Всем здравствуйте! Вы смотрите интервью дня на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скаль. Отмечаемый в России с 2008 года День Семьи, Любви и Верности стал праздничным символом июля и ожидаемым торжеством для российских семей. Когда, как не в эти дни, еще раз напомнить нашим зрителям о программе материнского капитала, как одной из мер государственной поддержки семьи с детьми. Сегодня гость в студии, начальник отдела обращения отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Софья Иленкова. Разговор пойдет о том, как направить материнский или семейный капитал на улучшение жилищных условий. Софья Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! И сразу вопрос. Вообще, что за программа материнский капитал, если вдруг кто-то не знаком, если вдруг кто-то не знает в общих чертах? Материнский капитал – это программа дополнительной поддержки семей, которые имеют детей. И право это предоставляется семьям, у которых, ну, изначально, как это было с 2007 года, при рождении второго ребенка, третьего, если ранее не возникло права, выдавался материнский капитал. И сейчас это первый ребенок, рожденный в 2020 году, это новшество, также семья будет иметь право на материнский капитал. То есть это женщины, родившие или усыновившие, или мужчины, единственные усыновители детей. Вот ключевой вопрос, с этого и начали. Как направить материнский капитал на улучшение жилищных условий? Это одно из направлений, всего их пять. И направить, ну, прежде всего, семья должна знать, что распорядиться средствами можно только по истечении трех лет с даты рождения ребенка, ну, либо его усыновления. Исключение – это направление материнского капитала на уплату первоначального взноса и погашение кредита или займа. Здесь уже три года ждать не нужно, распорядиться средствами можно сразу, как только возникло право. А куда обращаться в таких случаях? Вот если родился ребенок, первый, второй, усыновили в том числе, и такая потребность появилась, с какими документами куда обращаться? С заявлением обратиться можно непосредственно в управление пенсионного фонда, по месту жительства, пребывания, фактического проживания, то здесь семье удобно. Можно это заявление подать через личный кабинет на сайте госуслуг, в личном кабинете на сайте пенсионного фонда. Можно обратиться с этим заявлением в МФЦ, ну, а если граждане выехали за пределы Российской Федерации, есть и такие, которые имеют право, но сейчас проживают на другой территории, они обращаться должны непосредственно в пенсионный фонд уже Российской Федерации, то есть не в территориальные органы. Какие документы при этом себе? Документы, направлений много. То есть направить на улучшение жилищных условий, это можно и купить квартиру, это можно построить, реконструировать дом с участием строительной организации, без ее участия, это, опять же, участие в кооперативах потребительских, ну, то есть вариантов много, поэтому и документов много. Перечислять сейчас их в студии, наверное, будет все-таки сложно. А где информацию можно получить? Информация вся есть на сайте пенсионного фонда, там есть раздел жизненной ситуации, и, в принципе, по каждому блоку, по каждому направлению все документы расписаны. Ну, для примера, вот одно из популярных направлений – покупка жилья непосредственно у продавца. В этом случае гражданин либо предоставляет документ, либо указывает сведения в заявлении о договоре купли-продажи и о сведении о праве на жилье, которое зарегистрировано. А вот через банки как можно распорядиться материнским капиталом? С апреля, да, эта процедура достаточно упростила жизнь гражданам, ну, и, собственно, и нашим клиентским службам. В апреле отделение, в частности, наше заключило соглашение с тремя банками на территории края – Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк. Теперь гражданин, приходя в этот банк, оформляя кредит, может заявление о распоряжении подать непосредственно там. И уже банк нам передает в электронном виде заявление, необходимые нам документы. То есть уже второй раз ходить к нам с этим заявлением человеку не надо. Это гораздо упрощает саму процедуру. А вот если говорить вообще о договоре займа, как я понимаю, в эту категорию попадают и банки, в том числе. С кем можно, с кем нельзя заключать договоры, то есть апеллируя при этом средствами материнского капитала? Три категории организации предусмотрены законом. Ну, то есть также можно заключить договор займа с банком, то есть кредитной организацией. Следующая категория – это кооператив, кредитный потребительский, сельскооператив. И третье – это такое у него название, как скажем, немножко непонятное. Единый институт развития в жилищной сфере, вот так он называется. Но помним мы его как АИЖК, раньше это название было. То есть вот так оно осталось у людей на слуху. Вот с этими организациями можно заключать договор займа. Но что должны люди помнить, если они заключают договор займа, средства займодавец должен перечислить обязательно только на счет, открытый в кредитной организации. То есть они могут быть выданы наличными деньги. То есть вот эти все моменты с обналичиванием и так далее – это уже такие фиксы. Да, вот они как раз здесь уже уйдут, потому что это должен быть счет, который открыт, например, на владелицу сертификата, и именно на него перечисляются эти деньги. Вот если говорить о подводных камнях, на что следует обратить внимание как раз при подаче заявлений в том числе? Ну, прежде всего, должна семья помнить, что жилье должно находиться на территории Российской Федерации, не где-то еще. Жилое помещение, которое приобретается, строится с использованием средств материнского капитала, оно должно быть оформлено по закону на всю семью. То есть мама, папа, дети – первый, второй, третий, последующие дети – по соглашению семьи. То есть доли определяют уже они сами. Вот если всю динамику сейчас провести, родился ребенок, это как раз первая ступень, подали заявление. В какие сроки получают родители средства материнского капитала? И если можем сейчас озвучить цифры, в каком диапазоне сейчас варьируется за первого, за второго ребенка? Именно о выдаче сертификата? Да. Ну, всего было заявление, например, в этом году, последняя цифра – 7 тысяч. В принципе, на 1 июля 180 тысяч семей у нас получили сертификаты на материнский капитал. И 67% уже даже полностью его использовали. Но если говорить об этом, что произошло в этом году, и если говорить именно об улучшении, как мы сейчас начали озвучивать, 4 тысячи заявлений таких было подано. Из них 3 тысячи – это погашение кредита. Давайте еще раз повторим цифры. Сколько уже получили и сколько было потрачено как раз на улучшение жилищных условий? Получили? Получили, я назвала цифру, чтобы она была масштабнее, 180 тысяч семей у нас уже получили сертификат на материнский капитал, и больше половины уже распорядились. Ну, а уже именно об улучшении жилищных условий, если говорить в этом году, то есть всего на улучшение направили 4 тысячи семей. Сертификаты получили, насколько я правильно помню, 7 тысяч семей. Да, даже более, то есть почти 8. То есть это половина направили на улучшение жилищных условий. Даже чуть больше получается половины. Что говорить о сроках? То есть вот это получается с 1 июля, и вот сейчас они уже получили или нет? Сроки именно направления средств. Максимальный срок, который может пройти, это 1 месяц и 10 рабочих дней с даты подачи заявления. То есть выносится положительное решение в течение месяца, и в течение 10 рабочих дней после положительного решения уже средства перечисляются. Ну, там в зависимости от направления продавцу, или кредитной организации, или непосредственно семье, если это стройка. О суммах мы можем говорить? Сколько сейчас за первого, за второго ребенка? Зависит от даты рождения ребенка. Ну, вот возьмем семью, которая родила в этом году первого ребенка. Сумма у него будет 466 тысяч рублей, ну, там, с копейками. Если эта семья родила двойню, как вот прям недавно была у нас ситуация, то она будет уже иметь право на сумму 616 тысяч 617 рублей. Если был ребенок один рожден, например, до 1 января 2020 года, и в этом году у него рождается, у него тоже будет 616 тысяч рублей. Если ребенок, ну, в принципе, право возникло до января 2020 года, то сумма была просто проиндексирована, и вот, ну, если полностью не использовала семья материнский капитал, 466 тысяч рублей. То есть вот эти две суммы варьируются в зависимости от даты рождения ребенка. Софья Александровна, давайте смоделируем такую ситуацию. Вот, к примеру, родители подали заявление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского капитала, но в какой-то момент передумали. Они могут аннулировать и в какие сроки свое заявление? Да, аннулировать они могут по своему желанию. Единственное, что это должно произойти не позднее перечисления средств. То есть если мы деньги перечислили, то есть в месяц и 10 дней, вот у них как раз есть. Ну, если вынесено будет решение чуть раньше, то, естественно, сроки сократятся. Ну, то есть главное, чтобы это произошло до перечисления средств. То есть когда уже деньги поступили, все, уже возможности... Ну, да, уже вернуть их обратно сложно. Софья Александровна, вам большое спасибо за это интервью. Я думаю, на все самые часто задаваемые, актуальные вопросы в рамках этих 10 минут мы ответили. Вам спасибо еще раз, что нашли время и пришли, и рассказали. Спасибо. Вы смотрели интервью дня на телеканале Катунь-24. Будьте здоровы, оставайтесь с нами.